Анзор Масхадов к нам присоединяется, оппозиционный деятель республики Ичкерия. Анзор, здравствуйте. Здравствуйте, Анзор. Здравствуйте, добрый день. Анзор, все настолько страшно, как они сообщили. Вот что такое отряд Делимханова и нам боятся? Очередной тикток кадыровцев, то есть предателей чеченского народа. Напомните нам, Анзор, напомните нам, пожалуйста, Делимханов, он вообще кто такой? То есть да, мы знаем, что это депутат Госдумы, мы знаем, что он из рук Путина получал звезду или там звание Героя России. А на самом деле Делимханов кто? Делимханов это предатель чеченского народа. Он предал историю памяти всех убитых русскими оккупантами. Он садист и палач Путина. В оккупированной русскими сегодняшней Эчкерии. А также сегодня в войне России против Украины он является русским пехотинцем, скажем так. И выполняет грязную работу за Путина. Помимо убийств, также занимался вымогательством, наркотиками, чем он там только не занимался. Убийствами наших активистов, которые высказывались против этих манкуртов, пехотинцев Путина. Вот он занимался также и этими убийствами в Европе. Также у него нет эчкерийского бэкграунда, как об этом любят говорить. Он был лишь водителем известного тогда Салмана Радуева. Это халой, это предатель чеченского народа. Это подручные сладкой парочки Путина и Кадырова. И вот этот человек в Государственной Думе России заседает. Ну, это просто как-то сложно даже себе представить, но вот такой факт. Да, сегодня он является депутатом Госдумы России. И я не понимаю вообще, как он может вот сегодня выступать вот таким военным, раз уж он депутат. Он же вообще должен сидеть в Думе и хотя бы даже иметь какой-то интеллект, которого у него нет. Так же, как у него шефа Кадырова. Анзор, 10 тысяч. Нам разные эксперты в разные времена говорили, что 10 тысяч, ну, на самом деле не может Кадыров собрать такое количество людей, которые могут поехать на войну. По вашим данным, какова реальная численность вот этих батальонов или там отрядов, которыми может располагать Кадыров? И чем они вооружены? Чем так они опасны? Нет никакой опасности. Это не воины, потому что они воюют не за идею. И вот то, что у него есть в распоряжении, да, он сегодня главный там пехотинец Путина. И в его распоряжении есть эти насильники и убийцы, и мародеры, подчеркну. Нет у него никаких качественных таких бойцов, которые бы могли выполнять какие-то поставленные задачи. Мы это все знаем. Мы видели очень много видеоматериала. То есть, тиктока, где они стреляют там по кустам, по светофорам, там непонятно еще куда. Вот. И насколько у меня есть информация, вот именно Делимханов находился в тылу, а не на передовой, а не на фронтах. Анзор, вот такой вот вопрос. Мы на сегодняшний день понимаем, и с каждым разом все четче и четче, что в каком-то смысле существует очередность обмена российских военнопленных из Украины. И в интересах Кремля, в первую очередь, сторона российская хочет забрать выгодных для себя пленных солдат. И речь идет именно о кадыровцах. То есть, если кадыровцы находятся в плену в СУ, обмен буквально на кого угодно. То есть, мы говорим, что мы хотим забрать наших вот этих, вот этих, вот этих, и беспрекословно, даже без обсуждения, лишь бы вернули кадыровцам. В чем же такая главная ценность вот этих вот товарищей? Я думаю, что, ну, если заглянуть в историю, то мы знаем, что Россия никогда не считалась со своими убитыми, а также своей на плену. Да, кадыровцы в первую очередь, а другие русские, да не русские. Это типа не наши. Даже отказываются, не хотят видеть их. Даже в документах не фиксируется. Это благодарность Кадырову, Кадырову, который выполняет вот эту грязную работу Путина. И даже вот я помню, это был 95-й год, когда мой отец, в то время начальник штаба вооруженных сил Эчкерии, он договаривался с русскими генералами, чтобы обменять или же отдать военнопленных или же окруженных нами русских оккупантов. То я помню отношение русских генералов к этим окруженным своим отрядам в Грозном. Вот. То есть они отмахивались рукой, им было безразлично. Я помню даже вот, когда отец, послан Масхадов, обращался к тем же русским генералам, даже просил их, чтобы они забрали трупы своих солдат. И они от этого тоже отказывались. То есть вот такое отношение у русских генералов к своим военнослужащим. А здесь, что касается насчет обмена, то это благодарность. То есть спасибо Кадырову, спасибо Елимханову. Анзор, существует еще такое мнение, так ли это, что Кадыров хочет сохранить своих боевиков на случай, скажем так, развертывания большей политической, социальной нестабильности в самой России, для того, чтобы их использовать там, внутри России. Потому что мы уже не единожды говорим о том, что там происходят какие-то определенные процессы несогласия с политикой, убийственной политикой Кремля. Так ли это? Да, сегодня население России, я читаю, смотрю, действительно так оно и есть. Но то, что Кадыров хочет сохранить своих боеспособных и так далее, и хочет использовать ситуацию в России, я думаю, Кадыров против Путина не пойдет. И он на 100% зависит от воли и хотения Путина. И он будет делать все, чтобы стоять до конца с Путиным. А так пойти против него он не посмеет. Смотрите, он уже позволил себе критиковать Минобороны. Еще не лично Путина, но Минобороны в открытую он критикует за бегство и за поражение в Харьковской области. Интересно в связи с этим знать, а какое отношение российских генералов, российской армии к Кадырову и его отрядам? Уважают ли они друг друга? Или, возможно, между ними есть какие-то, мягко сказать, недопонимания? Даже неприязнь. Это еще с начала Второй Российско-Чеченской войны. Именно тогда российские генералы открыто высказывались, шли против Кадырова. То есть это сохранилось по сегодняшний день. Это есть такая неприязнь Кадырова от российских военных. И даже была такая версия, что убили его отца 9 мая 2004 года. Была такая версия, что русские военнослужащие, генералы, они виноваты в том, что они убили Ахмада Кадырова. Да, Анзор, по этой причине, скорее всего, Кадыров и не появляется на территории Украины. Хотя были вот эти вот фейковые, на самом деле, фотографии, где он там молился на какой-то автозаправочной станции, что это была территория уже Украины, что он с Кадыровцами идет тут ли убивать украинцев на территории Украины. На самом деле он находится чуть ли не сам, бункерным является, да? Поскольку если бы он появился здесь в своих же отрядах на территории Украины, то свои же русские спецслужбы, какие угодно, там бы его бы и порешали. А сказали бы, что это украинская пуля его настигла. Это один из элементов борьбы, внутренней борьбы между соответствующими органами в самой России. Да, вот именно про заправку, про заправку, да, я считаю, что это было где-то в Ростовской области, подтверждая ваших, он не посмеет поехать в Украину, и его окружение не позволит ему поехать в Украину, чтобы сохранить его, Кадырова. И то, что вот сегодня он говорит, там, клянется, дает обещания, он это делал много раз, это пусто слов на самом деле, никаких обещаний он никогда не сдерживал. И то, что он сегодня вот эту несет ахинею такую, это чтобы поддержать Путина, не более. А вот это доверие, которое между ними существует, может ли привести к тому, что Кадырова назначат на какую-то важную должность в Москве? Вот периодически говорят о том, что Кадыров может Золотова заменить в Росгвардии, как вариант. Ну и сам же Кадыров сообщил о том, что он вроде бы тут долгожитель на этой должности, пора типа и чей сдать. Мы знаем это. А потом опять вернулся и говорит, нет, я еще побуду. Я думаю, это чисто такой хайп, реклама. Но могут, верю в такую версию, что могут где-то как-то назначить, но не на высокую должность. Кадыров не такой человек, чтобы он находился на какой-то высокой должности в Москве. Это позор, позор. Он даже не умеет разговаривать, собрать какую-то мысль, высказаться. Там дон-дон-дон и больше ничего. Да, мы все это видели. Анзор, спасибо вам. Анзор Масхадов, оппозиционный деятель Республики Эйчкерия, был с нами на связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.